В четверг Светлой Седмицы святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил чин малого освящения Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца, а затем возглавил в храме служение Божественной Литургии. Вместе с предстоятелем разделили радость молитвы и первые лица государства – президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и его супруга. Подробности у Инны Тихоновой. Все подъезды к морскому собору перекрыты с самого утра. Сегодня в Кронштадте настоящий праздник. В отреставрированном храме прошла первая служба. Этого дня здесь ждали больше 80 лет. На площади у морского собора сотни людей. Конечно, не всем желающим попасть на богослужение это удалось. Те, кому повезло, стали свидетелями действительно исторического события. Спустя 83 года после закрытия храма, заложенного в честь 200-летия Российского флота, собор осветил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Кронштадт услышал звон колоколов. Визиту его святейшества были воссозданы уникальные интерьеры Никольского морского собора, а также изготовлены по первоначальным эскизам предметы церковной утвари – кадила, дары хранительницы, на престольные Евангелия, использовавшиеся за патриаршим богослужением. Храм, построенный как памятник морякам, погибшим за Отечество, закрыли в 1929-м. С тех пор здесь был кинотеатр, потом клуб, концертный зал, филиалы, Дома офицеров и Военно-морского музея. На восстановление святыни в ее первоначальном значении и красоте потратили миллиард – 300 миллионов рублей. Вот сегодняшнее событие, вне зависимости от того, насколько эта наша древняя национальная традиция живет в сознании современных людей, сегодняшнее событие, несомненно, для многих из нас станет такой отметкой исторического процесса. Сугубо церковное мероприятие сегодня все же имело светский оттенок. Глава Русской Православной Церкви вручил награды. Уроженка этого города, Святлана Медведева, удостоилась Ордена Славы и Чести Первой Степени. Так патриарх отблагодарил супругу президента за участие в восстановлении собора. Дорогая Светлана Владимировна, отлучаю вам грамоту и ленту. Одни ленты, две и Екатерины, вторая. Самый первый молебен еще на строительство храма в начале прошлого века совершил Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. То, что освящение морского собора прошло в пасхальные дни, президент России Дмитрий Медведев посчитал символичным, назвав событие вкладом в возрождение страны. Но такой город, как Грандитар, город, где расположена наша военно-морская база, должен иметь свой полноценный большой морской собор. И я искренне счастье, что по пословениям святейшего патриарха, трудами огромного количества людей, участием значительного числа жертвов, в самых коротких сроках, это же чудо-напросто, это с Богом, что чудо-напросто была восстановлена своей первозуданной краской. Реставрация морского собора не завершена. Сейчас идет третий этап восстановления. Еще монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Все работы закончат в 2013-м, к столетию храма.